Книга «Радость малого». Автор Фрэнсис Джей. Глава первая. Основные принципы. Для начала вам необходимо охарактеризовать каждую вещь. Оглянитесь, и вы увидите около 20 предметов как минимум. Что это? Как они сюда попали? Для чего они? Наши вещи можно разделить на три категории. Полезные, красивые и эмоционально насыщенные вещи. Полезные имеют практическое назначение и помогают нам в наших делах. Некоторые из них являются жизненно важными. Другие несколько облегчают наше существование. При этом вещь должна использоваться. У большинства из нас есть множество потенциально полезных вещей, которыми мы просто не пользуемся. Например, сколько у вас посуды, которые десятилетиями не вынимаются из шкафов. Или у вас могут быть два блендера или дрели, одной из которых вы никогда не пользуетесь. Красивые вещи – это те, которые приносят нам эстетическое удовольствие. Здесь также, если картины, вазы или сервис находятся у вас на чердаке, то это уже не красивые вещи, а хлам. Все вещи в вашем доме должны использоваться или украшать его, иначе они вам просто не нужны. Никогда не храните вещи просто из чувства долга. И есть эмоционально насыщенные вещи, которые можно разделить на две подкатегории. Первая – это вещи для других вещей. Например, аксессуары, инструкции, подставки, емкости и т.д. И выкинув одну вещь, вам может понадобиться выкинуть целый ряд других вещей. Вторая подкатегория – вещи других людей. Поговорите с этими людьми, если эти вещи им не нужны, избавьтесь от них. Пройдитесь по дому и распределите все вещи по этим категориям. Вы не то, что у вас есть. Вы – это вы, а вещи – это вещи. Чтобы не пытались внушить вам маркетологи. Но можно добавить еще одну подкатегорию вещей – амбициозные. То есть это те вещи, которые покупают, чтобы произвести впечатление на окружающих. Например, потребность в транспорте может удовлетворить простая машина, способная переместить нас из пункта А в пункт Б. Почему же тогда была уплачена двойная или тройная цена за престижный автомобиль? Потому что рекламные агентства убедили нас в том, что наши машины – отражение нас самих, нашего характера и нашего положения в обществе. Реклама призывает к тому, чтобы мы характеризовали себя при помощи одежды, в идеале брендовой. Но дизайнерские этикетки не делают вещи теплее, в сумке прочнее, а нашу жизнь в целом более яркой. Поэтому у нас нет необходимости выделяться подобным образом. Нам не нужен гараж, забитый туристическими и спортивными принадлежностями. Если все, чего нам хочется – спокойные вечера в кругу семьи. Кроме того, мы отождествляем себя с вещами из прошлого и держимся за отдельные предметы в качестве доказательства того, кем мы были и чего достигли. Поэтому мы храним какие-то медали, грамоты и т.д. Обычно все эти вещи хранятся в каком-нибудь ящике в дальнем углу и ничего никому не доказывают. Если так, то, возможно, пора расстаться с этими реликвиями. Чем меньше у нас вещей, тем меньше стресса. Покупки обычно происходят следующим образом. Нам на глаза попадает какой-то товар, который через какое-то время мы видим у соседей, а затем у наших знакомых. Мы начинаем переживать, что у нас нет этой вещи. И таким образом становимся жертвами следующей дилеммы. Мы хотим, чтобы у нас было как у всех. Мы не задаем себе вопросы типа «А зачем это мне? Буду ли я этим пользоваться долгое время? Или просто хочу попробовать?». Мы начинаем думать, как и где это можно купить. Если это дорогая вещь, то берем ее в рассрочку, а затем мучаемся, выплачивая эту сумму. При этом вы можете попользоваться этой вещью неделю-две, а затем она будет валяться у вас без дела. Нам становится не по себе и стыдно за то, сколько на это было потрачено времени и денег. И вдруг мы замечаем новое заманчивое предложение и копим деньги уже на него. Неудивительно, что в студенческие годы мы были более счастливы, чем когда выросли. Ни ипотеки, ни выплат за машину и какие-то вещи. Учеба, жизнь и развлечения были намного важнее, чем вещи в собственности. И именно это состояние радости мы вернем себе при помощи минималистического мировоззрения. Чем меньше вещей мы имеем, тем меньше забот и волнений. В два раза меньше чистки, обслуживания и ремонта. В два раза меньше задолженности по кредитной карте. Таким образом, у вас появляется больше времени и денег. Вы можете придерживаться минимализма и в бизнесе. Ватсап, телеграм, звонки, емейл, ВК и даже чат на авито. Сегодня так много коммуникаций, так как вам контролировать все. Слышали ли вы когда-нибудь о омниканальных коммуникациях? Это когда абсолютно все каналы собраны в одном едином окне. На данный момент для бизнеса это стало новым восходящим трендом в мере коммуникаций с клиентами. Эффективность сотрудников повышается, а вы получаете полный контроль над происходящим в бизнесе. Флагман омниканальных систем для бизнеса – это компания UIS. Удобный интерфейс, качественная поддержка, а также соотношение цены и качества принесли им наивысшую оценку на Яндексе в данном сегменте. Попробуй и ты. Переходи по ссылке в описании или QR-коду, чтобы протестировать платформу бесплатно и получить 1000 рублей на бонусный счет при активации. Многих куча вещей удерживает на месте, поэтому вы откажетесь от предложения работы мечты в другой стране. Поэтому исследуйте содержимое своего жилища и решите, что именно вы возьмете, если бы вам все-таки поступило такое предложение. Попадет ли в этот список ваша старая видавшая виды гитара? Возьмете ли вы этот противный свитер или башмаки, которые начинают жать через 15 минут? Возьмете ли вы вещи, которые вам подарили и теперь вы считаете себя обязанным хранить их, хотя они вам не нравятся? Конечно же нет. Удивительно, сколько всего можно выбросить, получив внутреннее разрешение. У вас может быть специальный ящик или место для вещей, которые вам не нужны. Например, вам что-то дают бесплатно, дарят и это вам не нравится. Или старые и бесполезные вещи. Сразу кидайте такие вещи в этот ящик, ждите, пока он не наполнится и затем либо продавайте их, либо отдавайте бесплатно. Время для заполнения ящика сыграет вам на руку. Так как когда тетя, подарившая вам эту подставку для книг, навестит вас, можно будет быстро изъять ее подарок из ящика и поставить на видное место. Или вы можете сфотографировать себя в свитере или шарфе, который вам подарили, отправить фото, а затем предметы отдать, и все будут счастливы. Для того, чтобы быть минималистом, надо относиться к своему жилищу как к святилищу, а не как к хранилищу. Если предмет ничего не привнесет в вашу жизнь с точки зрения пользы или красоты, избавляйтесь от него. Также надо сопротивляться искушению воссоздавать элементы внешнего мира в своем жилище. То есть не покупайте себе тренажерные инструменты и не обустраивайте домашний кинотеатр. Лучше сходите в кино и посетите спортзал. В первом случае вам придется думать об обслуживании и ремонтировании всего этого оборудования. Для того, чтобы сократить свои труды и заботы еще больше, примените тот же подход к своему саду. Держите его чистым и ухоженным. Но не надо считать себя обязанным выращивать кучу растений и деревьев, таким образом сбивая гараж садово-огородным инвентарем. Думайте об окружающем мире. Пространство и ресурсы не безграничны. В любом купленном нами предмете, от еды до книг и от телевизоров до автомобилей, используется часть природных богатств. Не только производство и распространение товаров требуют энергии и природных ресурсов, но и их утилизация. Поэтому нужно максимально сократить свое потребление, отдавая предпочтение товарам из биоразлагаемых или подлежащих вторичной переработке материалов. Покупка поддержанного позволяет получить необходимое без дополнительного использования ресурсов. Зачем тратить материалы и энергию на новый предмет, если подходит уже существующий? Глава 2. Оптимизация. Есть 10 правил, чтобы держать дом в чистоте. Во-первых, начать сначала. Вспомните, как вы только переехали в новый дом или квартиру и только мечтали, как все будет выглядеть. Ваше помещение было как чистый лист бумаги. Мы обещали себе, что будем распаковываться медленно и методично, находить каждому предмету свое особенное место и избавляться от всего неподходящего. Но со временем мы стали разбрасывать вещи то тут, то там и забивать ими все ящики. У вас появилась возможность начать все сначала. Разделите ваше жилище на несколько зон, а зоны на секторы и начинайте разбирать по порядку каждый из них. Выложите все, что находится в выбранном секторе. Если это ящик стола или шкафа, надо перевернуть его и вытряхнуть его содержимое. Затем начинайте перебирать каждую вещь. Избавляться от хлама намного проще, когда вы воспринимаете это, как процесс принятия решения о том, что сохранить, а не о том, что выбросить. Во-вторых, выбросить, хранить или отдать. Категорию отдать можно разделить на отдать и продать. Разделите вещи на эти категории. Для первой возьмите большой мусорный мешок, для двух других коробки. Держите под рукой еще одну свободную коробку, назовем ее, пока не решили. Она для тех вещей, в которых вы пока не уверены. Заклейте коробку и поставьте на ней дату. Если через полгода или через год вы так и не открыли ее, чтобы что-то извлечь, отдайте или продайте все, что там находится. Свыбросить все понятно. Храните только те вещи, которыми вы будете пользоваться, или которые цените за красоту, и они будут украшать ваш дом. Ну и отдавайте вполне годные к употреблению вещи, которыми вы не пользуетесь. Не надо испытывать чувство вины за то, что вы от них избавляетесь. Предоставьте им возможность обрести новую жизнь. Главное, сопротивляйтесь позыву оставить что-то, потому что а вдруг пригодится. Если это не понадобилось до сих пор, то скорее всего уже не будет нужно никогда. В-третьих, назначение каждого предмета. Опять же, каждый предмет в доме должен использоваться. Если у вас есть дубликаты, которые предназначены для удовлетворения одних и тех же потребностей, избавьтесь от них. Например, вы заменили стол новым, а старый убрали в подвал. Купили новую пару обуви и решили хранить изношенную на всякий случай. Или если у вас весь ящик забит сотни пуговиц, булавок, заколок, ручек и т.д. Вы не воспользуетесь ими за всю свою жизнь, поэтому оставьте себе разумное количество и избавьтесь от остального. Другим вещам задавайте следующие вопросы. Использовался ли он в текущем году? Рассчитываете ли вы применять его в ближайшем будущем? Делает ли он вашу жизнь легче, красивее или приятнее? Каким образом? Есть ли у вас похожие вещи? Трудно ли его обслуживать или чистить? И если да, то стоит ли оно того? Насколько трудно или дорого обойдется его замена? Возьмете ли вы его с собой при переезде? Как сказалось бы на вашей жизни его отсутствие? И наконец, что представляет для вас большую ценность, предмет или пространство, которое он занимает? Если единственная причина, почему вы сохраняете вещь, это она слишком ценная, то навряд ли она вам нужна. Только скажите мне, куда вы ее выкинете? Такое оправдание может резко тормозить весь процесс избавления от хлама. В-четвертых, все на своих местах. Придерживаясь этого правила, у вас не будет в углах скапливаться большое количество хлама. Подумайте, используется ли данный предмет ежедневно, еженедельно, ежемесячно, раз в году или реже? В зависимости от ответа, предмет попадет в ваш ближний круг, дальний круг или глубокий трюм. Ближний круг – это места для часто используемых вещей, которые должны находиться под рукой. Например, зубной пасты, жидкости для мытья посуды и т.д. Доступ к этим предметам не должен быть затруднен, чтобы нам не наклоняться и не тянуться. Дальний круг включает в себя верхние и нижние полки, кладовые и встроенные шкафы или пространство под кроватями. Используйте такие места для хранения запаса туалетных и хозяйственных принадлежностей, редко носимой одежды, подарочной упаковки, кухонной утварь специального назначения и всего остального, что не применяется ежедневно. То есть дальний круг для вещей, которые используются реже, чем раз в неделю, но чаще, чем раз в год. Ну и глубокий трюм располагается вне жилых помещений. Это чердаки, подвалы и гаражи. Там складируются ваши запчасти, елочные игрушки, старые документы и все прочее, используемое раз в году или реже. Тем не менее, не превращайте глубокий трюм в свалку всего, что не помещается дома. Старайтесь поддерживать там порядок. Если вы никогда не пользуетесь чем-то, избавьтесь от этого. Таким образом, у вас всегда будет порядок и у каждой вещи будет свое место. И каждый будет знать, куда именно положить вещь после использования. Выходя из комнаты, всегда убирайте вещи, которые оказались не на своих местах. Это не занимает много времени, зато ваш дом всегда будет выглядеть чистым и опрятным. Хлам любит общество и остается в одиночестве ненадолго. Оставьте пару предметов в гостиной и очень скоро их там будет масса. В-пятых, все поверхности свободны. Обычно на горизонтальных поверхностях находятся не только вещи, которые должны там стоять, но и куча ненужных. Проверьте, чтобы на столе не было ничего, кроме тарелок, скатерти и, возможно, вазы посередине. На прикроватных тумбочках нет ничего помимо светильников или, может быть, пульта от телевизора. Вбейте себе в голову, что поверхности не место хранения. Сейчас же многие оставляют на ней что-то – крышки, булавки, тетрадки и т.д. И эти вещи находятся на ней так долго, что мы их уже не замечаем. Мы привыкаем к их присутствию, и они сливаются с окружением. А затем к ним добавляется еще одна вещь, затем еще и еще, и место погружается в хаос. В-шестых, модули. Собрав все одинаковые вещи в одном месте и избавившись от некоторых из них, локализуйте их где-нибудь, чтобы впредь они снова не разбрелись по всему дому. Емкостью может быть ящик стола, полка, коробка, пластиковый контейнер и т.д. Предположим, вы смотрите фильм и при этом хотели бы заняться вязанием. Вы просто достаете модуль вязания и вперед. А когда закончите, у вас не будет искушения оставить свои принадлежности на кофейном столике. Достаточно просто забросить их обратно в контейнер, и уборка закончена. Если у вас нет домашнего рабочего кабинета, держите квитанции, калькулятор, ручки и прочее в офисном модуле. Когда наступит время заняться платой счетов, просто принесите его в столовую, на кухню или в другое помещение и работайте там, где удобнее. Научите своих детей делать то же самое с их игрушками и книжками. В-седьмых, пределы. Давайте используем в качестве примера книги. Всем известно, насколько быстро они могут накапливаться. Мы покупаем книгу, читаем и так или иначе она остается у нас, вне зависимости от того, понравилась она нам или нет. Мы объясняем это тем, что за нее уплачены немалые деньги, мы посвятили ей время и силы, следовательно, надо ее оставить. Иногда мы держим книгу на полке просто в качестве доказательства, что читали это. Возможно, чем больше наша библиотека, тем большими интеллектуалами мы себя считаем. Помните, вы не то, чем владеете. Хранение всех этих книг не сделает вас умнее, а просто добавит вам мороки. Вместо того, чтобы оставлять себе каждую прочитанную книгу, поставьте предел. Например, ограничьте количество тем, что без проблем помещается в книжном шкафу. От этого ваша библиотека станет только лучше, в ней будут лишь ваши любимые книги и новинки. Лишние книги можно отдавать библиотеку, обмениваться или раздавать родственникам и друзьям. Пределы нужно применять по отношению ко всему. Все диски должны поместиться на полке, вся одежда в шкафу, а детские игрушки в корзине. В восьмых, что-то прибыло, значит что-то убыло. Каждый раз, когда в доме появляется новая вещь, вещь сходного назначения должна его покинуть. Допустим, как только в шкафу появляется новая рубашка, старую убираем. Новая книга в вашей библиотеке означает, что полку покидает одна из старых. Сейчас же, покупая что-то новое, старое мы убираем в ящик, думая, что когда-нибудь оно нам понадобится. К этой вещи добавляются новые, и хлам все растет и растет. В девятых, свести все к минимуму. Порой одна вещь может заменить десяток других. Например, телефон заменяет календарь, наручные часы, калькулятор, органайзер и т.д. И вы можете избавиться от этих вещей. Раскладной диван устраняет потребность в отдельной гостевой кровати. Мультиварка заменяет скороварку, пароварку, хлебопечку и т.д. Таким образом, вам не понадобится куча отдельных вещей. Целые коллекции музыки, книг, игр и т.д. можно хранить в электронном формате. А на этом книга подошла к концу. Подписывайся на канал, ставь лайк, нажимай на колокольчик и оставляй в комментариях свое мнение о данной книге. Пока!